А вот в Италии в эту пятницу на одного политзаключенного стало больше. Миланский суд приговорил бывшего премьера Сильвио Берлускони к году тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Сначала ему дали все четыре, но в тот же день амнистировали. Так что пока год. Берлускони, кстати, может и избежать наказания вовсе, если удастся добиться апелляции. На это есть целых две попытки. И все это время он будет на свободе. Впрочем, в любом случае Берлускони три года не сможет занимать государственный пост. И вместе с сообщниками он должен будет выплатить штраф в 10 миллионов евро. Тем временем на улицы итальянских городов выходят противники бывшего премьера. Они отмечают вердикт, радуются и не стесняются в выражениях. Итак, что же за срок? Речь идет о финансовых махинациях компании Mediaset. Схема, которая позволяла уходить ей от налогов и получать дополнительную прибыль такова. Офшорные фирмы Берлускони приобретали права на показ кинофильмов и продавали их своей же медийной группе. Но уже по завышенным ценам. Полученную разницу переводили на счета в Швейцарию и на Багамы. Помимо апелляции у бывшего премьера Италии впереди судебные слушания по другому делу о сексуальной связи с несовершеннолетней марокканской танцовщицей и превышении полномочий при освобождении ее из-под ареста. По первому эпизоду Берлускони грозит три года заключения, по второму уже 12. Экс-премьер знаменит своими судебными процессами. По его собственным подсчетам за последние 20 лет он был на 2,5 тысячах заседаний, а адвокатам заплатил 200 миллионов евро. Ну а пока в ответ на решение Миланского суда Берлускони вынес свой вердикт не только судебной системе, но и стране в целом. Свои первые комментарии он давал по телефону в прямом эфире программе студио Аперта на одном из каналов той же компании Медиасет. Мы не можем двигаться вперед, нам надо что-то с этим делать. Если вы уже не можете рассчитывать на нейтральность судей, значит страна становится просто варварской, не цивилизованной. Здесь невыносимо жить, здесь нет демократии. Как это ни печально, но такова ситуация в стране на сегодняшний день.